Доктор Технических Наук Доктор Технических Наук Коттеджи, которые уже стояли на садовой, школьной, медицинской, зеленом и прудном переулках. Но архитектор Борис Ефимович вынужден был изменить проект, когда стало ясно – малоэтажная застройка не вместит всех работников коксогазового завода. Заводская улица была построена, собственно, последней из тех улиц, которые планировались по первоначальному проекту. Строительство началось после того, как весной 1951 года в Моссовете было принято решение о том, чтобы перейти от коттеджного строительства в рабочем поселке Видное к строительству трехэтажных домов. Липые кустарники вокруг девятого дома, говорят краеведы, сажал собственноручно Тимофей Лемешко, заведовавший в ту пору лесопарковым хозяйством Видного. Большинство из деревьев стоят тут до сих пор. Несмотря на смену концепции, застройки в 50-е трехэтажные дома на заводской, утопающие в бурной растительности, прекрасно дополняют образ города-сада. Особый колорит придают им оригинальные декоративные элементы и приемы кладки. Очень интересная кладка здесь. Вот никто этого не знает. Если вы присмотрите, здесь очень красивые слова. Значит, пять лошков, один тычок. Это значит пять рядов кирпичей. Большой стороной вдоль это лошки. И один кирпич, следующий кирпич, тычок. Углы украшены этих домов. Он сделал интересными окна. То есть вот забота о том, чтобы эти дома имели с внешней стороны эстетический вид, он об этом позаботился. В квартире у краеведа и ученого-физика-ядерщика легкий творческий беспорядок. Он только что закончил работу над очередным научным трудом на 500 страниц. Этот человек, которому слегка за 80, успевает заниматься наукой, преподавать в нескольких столичных вузах, сотрудничать с Видновским научно-исследовательским институтом технологий консервирования, изучать историю родного края и писать книги, в том числе автобиографические и краеведческие. На площади всегда стоял, был пост номер один в городе, стоял милиционер, всегда, летом всегда в белом кителе, либо в белой гоностерке и в белых перчатках. Один раз я тут учался на велосипеде, что-то нарушил, меня там наказывал. Михаил Александрович уверяет, любовь к чтению и интерес к техническим наукам привили ему в родной второй школе в Видном, которую он много лет назад закончил с золотой медалью. Там же трудилась его мать Мария Тимофеевна Плеханова, учитель начальных классов и талантливая поэтесса, член литературного объединения имени Шкулева. Вся жизнь ученого тесно связана с городом Видное, историю которого он продолжает изучать. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Вильное ТВ.